А меня интересует, когда вы начали писать картины? Писать картины очень давно. В каком возрасте? Вы помните? Ну, я начал, ну, как рисовать, как все дети, может быть, лет 5-6, так. У меня не было преподавателя, у меня даже не было по-настоящему инструментов для того, чтобы рисовать. Был, сначала один карандаш, потом семь карандашей цветных. С этого я начинал. Да, что? Потом сухие красочки такие, знаете, водичкой так растираешь, и все. Но, знаете, успех? Успех? Когда пришел успех? Как делается успех в искусстве, да? Что для этого нужно? Маленькая кисточка и большое терпение. Я знаю, знаю. То есть вы из-за того, что нужно очень много трудиться, работать, да? Но если есть, очевидно, талант, тогда это все приложится. Если этого таланта не будет, то это будет каторг, если большая. Да, да. А в принципе все идет через труд. Я показываю только уже законченные варианты своих картин. Они, может быть, где-то кажутся очень легкими, в исполнении, простыми и так далее. Нет, они очень красивые. Везде за ними стоит самый простой, даже порой такой, каторг, в чем выражается. Да, да, да. Все сюжеты, все мотивы надо найти, увидеть, почувствовать пейзажи. А потом встать, поставить мольберт и терпеливо писать. Да. Два часа, час, полтора, два часа на морозе, в дождик. И потом, неизвестно, это войдет еще потом в будущее произведение. Понимаете? Чудесные картины. Это черновой материал. Просто чудесные картины. Вот, допустим, сколько вам потребовалось, чтобы нарисовать вот эту картину? Вот. А вы знаете, вот, не получается так, что, допустим, я начинаю писать работу, да, и, допустим, пишу неделю. Я пишу ее в течение, допустим, года. Я начинаю разрабатывать этот эскиз. Так. Делаю вариант, откладываю. Если меня интересует начало этой работы через полмесяч, через месяц, я продолжаю вести эту работу. И до тех пор, пока чувствую в ней вот определенную свободу. Ну, и потом могу заканчивать через полгода эту картину. Или что-то дополняя и убирая. Очень хорошо. Два, в течение двух-трех лет работы складывается. Иногда в течение, допустим, недели где-то пишешь. Но вот натюрморты, цветы, у меня много полевых цветов. Да-да, я видела очень яркие, красивые. Вот эти натюрморты приходится писать очень быстро. Это 2-3 дня по 10 часов. Классно, супер. Потому что... А вот эту картину вы помните? Сколько времени вот рисовали вот эту вот, писали картину? Ну, были тюрморты, зарисовки. Потом сложились композицию, сделал картон. А это настоящее все вот это вот место, где вот вы... Это конкретное место, оно сейчас ушло уже. А где это? Там, как... Это Тюмень. Это Тюменский дворик. Коттеджи. Коттеджи сейчас новые на этом месте. Золотые купола появились. То есть откуда вы взяли этот сюжет? То есть если уже сейчас этого нет, а вы... Это старая фотография или что ли? Почему? Я приехал в город, вот такие кусочки города еще были живы. Ага, понятно. И появляются вот эти многоэтажки, высотные дома, бетон, стекло. Да, 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 да. Говорят, еврости. Да, да. То есть вот это теряется. Это здорово красиво все. Но это немножко другая ткань города получается. Но пытаются это оставлять в какие-то вот куски в районах. Там дома особняки очень красивые. Но это проблема мне кажется везде городов. Спасибо вам большое. Такой чудесный вообще получился репортаж небольшой. Спасибо.